Вот интересная тема. Помнишь, у нас был такой момент, когда наш товарищ, наш соратник свалил из России в Норвегию, его выслали из Норвегии в Россию. То есть убежище не дали, из Норвегии в Россию выслали, а в России он погиб непонятным образом, то есть сказали, что умер от сердечного приступа, а машину вместе с ним нашли в гаражах. У него был видеорегистратор, сыну сказали, что на видеорегистраторе там все есть, можно будет посмотреть, а на следующий день дали уже другой протокол, где никакого видеорегистратора не было и так далее. Ну, то есть мы не сомневаемся, что его, конечно, убили. И удивительно, что Норвегия абсолютно спокойно это все перенесла, да, то есть никаких проблем. И помнишь, в Голландии тоже никаких проблем не было, когда в 2013 году, да, тоже по болотному делу людей выгоняли, и люди даже кончали жизнь самоубийством, ну, или их убивали, я не знаю. Ну, потом в Голландии это аукнулось тем, что сбили самолет с голландцами, путинцы сбили, да, и так далее. Вот сейчас интересная ситуация. Вот этот Андрей Медведев, который командир отделения был в Вагнере, убежал в Норвегию, готов был давать показания против Пригожина и рассказывать о массовых внесудебных казнях и так далее. И тут говорят, что те люди, которые его охраняли, то есть, которые его привезли в Осло и так далее, в депортационный, они в этом, ну, его содержали в миграционном центре, да, его отправили вот в депортационную тюрьму, я так понимаю. Вот эти же люди, которые его охраняли, то есть, и хотят его депортировать. Представляешь, что есть ситуация вот такая. Человек, который может дать показания на Пригожина, человек, который не хочет убивать людей, сбежал оттуда, и его отправляют, чтобы его там убили кувалдой. Да, то есть, это уже было, как бы, никто не может сказать, что там ему ничего не угрожает. Его там убьют кувалдой, причем показательно. И вот, как-то Америка всегда, воль всех, в этом отношении кричит, да, по поводу того, что там спасаете и так далее. Что-то я не слышал, специально погуглил по американским всяким сайтам и по средствам массовой информации, мне кажется, и вообще до фонаря. Они объявили Пригожину террористом и даже не хотят получить показания. На их месте надо приехать за этим медведем, притащить его в Америку, да, и там, в общем-то, получить показания, возбудить дело там и двигаться к тому, чтобы этого Пригожина там выдернуть. И судить уже. Ну, похоже, видишь, мопс в действии. То есть, мы уже давно, знаешь, как бы уже подозреваем, что все тут не так просто. А это, знаешь, одно из подтверждений тому, что вот эта международная организованная преступность рука руку моет. И, знаешь, кто им там, как бы, говорит, что делать, кого отпускать, кого там привечать. Ну, помнишь, как этот, кто-то был, Саудовский, что ли, рурналист Хаштоги, что ли, его звали. Вот там на части там разрезали в этом, в дипмиссии где-то. Ну, американцы покричали, покричали, а потом там через месяц, там, чем через неделю уже там какие-то там контракты заключали с саудитами, обнимались там, руки жали. Так что нет, я так понимаю, мы, значит, мы, у нас поддержки никакой нету. То есть, никакого доверия, знаешь, никому. Нет, пишут, может, в Штаты его хотят депортировать, ага. Я не слышал, честно говоря. То есть, это новое для меня. Никто его в Штаты не будет депортировать, его попробуют вынать. Я думаю, что его уже купили. Я думаю, что уже деньги за него заплачены этими пригожинцами, и все. Вот Елена Галатова пишет, он преступника-убийца, поэтому ее выдворяют. Елена, как-то это все не бьется. Если государство какой-то, будь даже королевство Норвегии, захватывает преступника и убийцу, то оно должно отдать его правосудию. Что же, там, если бы он не пересек границу и не убежал в Норвегию, в Россию, он был бы преступником? Нет. Российское правосудие с ним бы расправилось? Нет. Ни в коем случае. То есть, преступление он совершил, это побег из путинского курятника. Это преступление, за которое он и понесет наказание, если его отдадут. Так что вы странно как-то рассуждаете. Если он убийца, злодей, ну, Норвегия тогда должна его судить, или суд должен принять соответствующее решение? Что с ним делать, если он дает показания против этого Пригожина? Ну, а почему бы этим не воспользоваться? Почему сделку со следствием не заключить и так далее? Это же прекрасно. Где они получат показания против этого Пригожина? Кто им даст? Так что вы как-то странно рассуждаете. Причем, видишь, эта западная система правосудия, она кардинально отличается. Я, например, представляю, что у зрителя в голове сейчас было. То есть, ЧВК Вагнер, знаешь, априори это убийца и насильник. А для, знаешь, норвежского, там, западного правосудия, пока документов, фактов, подтверждающих свидетельств и показаний нет, он такой же перебежчик, как там любой Иванов, Петров, Сидоров. И перед правосудием он также чист, пока не доказано, что он совершал какие-то реальные преступления. То есть, нет, я думаю, там действительно либо уже, знаешь, на большие деньги идет счет. И они, знаешь, может быть, в Америке хотят, хотели бы его получить. Тут, я думаю, все дело во времени. Пока, знаешь, эта бюрократическая машина раскрутится в Соединенных Штатах, пока не сообразят, что тут как бы им в руки упал такой, знаешь, фрукт. Может, там уже быстро все там, знаешь, под столом все обменяют, деньги получат, и чувака, конечно, грохнут тут же. Вот пишет Вячеслав ЧВК, Вагнер признан США транснациональной преступной группировкой, а не террористами. Принимается, я залезу, посмотрю внимательно. Жень, я тебя прошу, можешь посмотреть, как это называется, и точно, чтобы перевести. Хорошо, но мне кажется, что он прав. То есть, я не видел, что их назвали террористами, потому что, я так понимаю, знаешь, как говорится в русском пословице, назвался Груздин, полезай в кузов. Они должны его сразу мочить, если посидали террористами. Да, это точно. Я тут этот, сейчас на Нетфликсе вышел сериал, Литвиненко называется. Ну, как раз, знаешь, про эти вот эти события. Там, оказывается, было два или три снято, но вот это считается наиболее такой удобоваримый. Ну, я начал вчера с отцом его смотреть. Он там, видишь, Литвиненко получил вот этот, я так понимаю, натурализацию, то есть, я так понимаю, подданство Великобритании буквально там за неделю, если не за две, если еще не раньше, до того, как его отравили. И вот там идет, знаешь, это и в масс-мидии между полицейскими там. Да, он русский бывший шпион. Да, он там к нам никакого отношения не имеет. Ты там, знаешь, один полицейский, типа, он, блядь, натурализированный, блядь, этот, подданный его величеству. Он такой же, блядь, как и мы. Вы должны защищать, Великобритания должна встать на его, там, в защиту. Если мы сегодня одного сдадим, завтра, там, значит, на нас вообще смотреть не будут. То есть, у них, я думаю, вот, знаешь, ничего не изменилось у этих спецслужб и, значит, у этих иностранных государств. Все русская фамилия, там, бывший русский. Даже, знаешь, я вот, знаешь, 25 лет в Америке живу. Я себя не ощущаю, что, значит, это, если что-то вдруг, то там 7-й американский флот, там, блядь, сорвется с якорей и пойдет меня защищать. У меня есть подозрение, что там, значит, тихой сапой меня передадут там в багажнике. Субтитры создавал DimaTorzok